Доброе утро! Правда же, да? Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы вместе прославить Господа. И предметом наших встреч в эти дни, вчера, сегодня, завтра, это наш диалог, иудея, христианский диалог, и вчера была хорошая встреча в синагоге. Я верю, что наши встречи, наши конференции, они несут очень хороший посыл и нашим церквям, и нашему обществу, нашей стране, потому что они способствуют для того, чтобы, знаете, вот как-то были, уничтожались всякая ксенофобия, антисемитизм, расизм, и вообще приходил хороший диалог, и приходило хорошее такое укрепление межрелигиозной гармонизации нашего общества. И я верю, что также то, что мы делаем здесь, это хороший пример для того, чтобы, может быть, здесь, в России, был вот такой диалог между конфессиями, религиями, для того, чтобы мы могли на самом деле строить хорошее общество наше, терпимое общество, которое будет иметь терпимость друг к другу. И я верю, что вот эта конференция, она принесет также хороший плод для наших церквей, потому что в истории, в христианской истории было достаточно много пятен, когда было не совсем справедливое, правильное отношение к народу Божьему, к евреям. И мы знаем эти черные пятна в нашей истории. Но, знаете, имея одно священное писание, которое есть у евреев, которое есть у нас христиан, и мы молимся одному, Богу. И я верю, что действительно мы, как церковь, которая благословляем народ Божий, благословляем Иерусалим, говорим о том, что да будет мир Иерусалиму, мы таким образом приносим благословение в наши дома, в нашу жизнь и в нашей церкви. Аминь. И я верю, что эта конференция, она принесет также большие плоды для всех нас. Для меня вообще, как бы, вот история или мое отношение к евреям, народу израильскому, оно началось не пять лет назад, когда начался вот этот иудеи-христианский диалог здесь у нас в России. Это было гораздо раньше, более 30 лет назад, когда моя мама, она мне, 10-летнему подростку, рассказывала о том, как в годы Великой Отечественной войны ее отец, мой дедушка, он, рискуя собственной жизнью, он прятал евреев от фашистов, от оккупантов, и она говорила, насколько это было, знаете, очень рискованно, и она, будучи маленькой тогда, отец ложил ее на сундук, где, в котором было много евреев, в то время, когда в их деревню приходили фашисты, и они искали евреев, и, конечно, если бы они нашли их, то это угрожало жизни также и семье моего дедушки, моей мамы. И с того времени она мне говорила о том, что, сынок, ты всегда молись и благословляй еврейский народ, потому что, когда ты будешь это делать, Бог будет благословлять тебя. Вот тогда, 30 лет назад, Бог через мою маму, Он уже проговорил мою жизнь, о моем отношении, и поэтому я рад тому, что мы можем сегодня участвовать, что наша церковь, Новый Завет, церковь Большого Города, Российская Церковь Христиан Веры Евангельской, мы можем участвовать в этом нашим посильным вкладом, и мы можем молиться, мы можем благословлять, и вместе то, что мы делаем, мы делаем великое дело. Я хотел бы вместе с вами помолиться сегодня и благословить Божий народ, хотел бы благословить эту конференцию. Я верю, что эта конференция, она станет большим благословением для нашей страны, для церкви. Отец Небесный, я благодарен Тебе, Господь, за Твою милость, за Твою любовь, за Твое благословение. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Твоя благодать, Господь, над всеми нами. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты даешь нам возможность собираться на эти конференции, для того, чтобы, Господь, изучать Слово Твое, для того, чтобы молиться, для того, чтобы благословлять друг друга, Господь. И я благодарю Тебя, что для многих пасторов, Господь, в России Ты открываешь эту важную тему, Господь, и Ты говоришь в их сердце, в их дух о правильном отношении, Господь мой, о том, чтобы мы могли молиться, мы могли благословлять народ Твой. Господь, мы сегодня в это утро, собравшись здесь и открывая эту конференцию, мы поклоняемся Тебе, мы говорим, что Ты наш Бог единый, который сотворил небо и землю. Мы славим Тебя, Господь, и мы благодарим Тебя за то, что мы имеем эту возможность, мы благословляем народ Божий, мы благословляем, мы просим, да будет мир Иерусалиму, да будет мир, Господь, в Израиле, в это непростое время, Господь, особенно сейчас, Господь, мы молимся, пусть придет благоденствие, пусть придет мир и благословение. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.